Творческий вечер Творческий вечер Творческий вечер Творческий вечер Роль Федю Протасову в спектакле Живой, извините, труп Сыграет Николай Олимпыч? Творческий вечер Роль Ивана Шадрина в спектакле Человек с ружьем Исполняет, извините, Николай Олимпыч Гриценко Ну куда ж теперь податься? На базар, что ли, сходить? Пожалуй, поздно Панталошечка! Панталоша! Ну где ты здесь? Ну а чего ты лопишь-то? Я здесь Ну я же тебя ищу по всему театру Ну чего ты лопишь-то? Я здесь Ну мне нужно тебе сообщить Очень важное сообщение Ну? Я же начинаю писать эти самые Му-му-му-му-муары А чё это такое Му-му-му-ары? Му-му-ары Это средство от склероза Вот что ты вспомнишь, То ты записываешь А что не вспомнил, то уже безнадёжно Ну, погоди, а зачем же тебе писать мумуары, когда Евгений Рыбенович Симонов будет про тебя говорить и все мумуары? Наш художественный руководитель театра имени Вахтангла про тебя будет говорить. Ну, пускай Иоанн говорит, и я буду писать тоже мумуары, да? Да, потому что мы уже нашу сказку «Принцессу Турандот» играем сегодня в 1569-й раз. Ой, на старые деньги 15690, да, и поэтому нужно уже пора писать об этом мумуаре. Ну, ладно, раз пора, значит пора. Скажи, а про меня у тебя там есть мумуары? Ну, а как же, я же тебе посвятил целую главу, которая называется «Наш панталон как типичный представитель всех панталонов своего времени». Хорошо, красиво, элегантно. Но больше всего мне спектакль понравился 1100-й, на котором панталончик взял взаймы у меня 1 рубль. Хорошо, мне нравится. Да? Но 1200-й спектакль не менее запомнился мне, на котором панталончик с таким же... На пальцем? Я не так хотел сказать. А как? Я хотел сказать с такой же смелостью. Ага, спасибо. Спасибо. Взял взаймы опять 1 рубль. Мне нравится, а всё равно. Ну, а 1500-й спектакль, это выдающийся спектакль, на котором панталончик опять взял взаймы. Короче. 3 рубля с тебя. Как тебе не стыдно? Нет. Ну, как тебе не стыдно? Почему ты в свой творческий вечер мелочишься? Я не мелочусь. Ну, как же тебе не стыдно? Это же сегодня у тебя же творческий вечер. Ты же должен его запомнить на всю жизнь. А что я должен сделать, чтобы я запомнил свой творческий вечер на всю жизнь? Ну, это я тебе... Это я тебе потом скажу. Потом скажешь? Угу. Ну, хорошо. А пока дай десятку. Десятку? Угу. Ну, хорошо. А я не такой мелочной, как ты. Вот ты сказал мне, дай десятку. Правда, десятки у меня нет, но у меня есть две пятёрки. Тоже неплохо. Я тебе даю две пятёрки. Вот. Ну, и что теперь будет? Вот сегодняшний вечер свой творческий ты запомнишь на всю жизнь. С детских лет Николая Олимповича Гриценко, замечательного артиста Вахтанговского театра, влекло чудотворное искусство театрального действия. Он рассказывал мне, как, будучи ещё совсем молодым человеком, совсем юношей, приехал он с Украины в огромный театральный город, в Москву. Наверное, у молодого человека, не видевшего больших театров, может закружиться голова от такого обилия театральных впечатлений. И по внутреннему влечению, то, что можно назвать какое-то тайное родство, заложенное в художники, Николая Олимповича влечёт в Вахтанговский театр. И, испробовав другие театральные школы, он, тем не менее, оказывается в нашем училище, которое не называлось тогда театральным училищем имени Щукина, не носило гордое имя высшего учебного театрального заведения, а было просто театральной школой театра имени Вахтангова. Сам Щукин, как я уже сказал, жив и находился в полном расцвете сил. Гриценко, поступив в театральную школу, сразу обращает на себя внимание. И самое интересное, что я знаю случаи, которые рассказывали мне и старшие вахтанговцы, и уже товарищи моего поколения, это случай, когда Гриценко сдавал самостоятельно отрывок. В нашей школе и поныне существует такой курс самостоятельных отрывков, когда студент может выбирать всё, что ему захочется, выбирать любое произведение, самых разнообразных жанров, и современную литературу, и русскую классику, и западную классику, и выбрав то, что ему хочется, самостоятельно, без всякой помощи старших товарищей и педагогов, подготовить. Вот Гриценко выбрал для такой своей работы рассказ Чехова «Жилец». В первом ряду сидел Щукин, Борис Васильевич Щукин, тот актёр, творчество которого заставлял Гриценко восхищаться, мыслить, мечтать, учиться. И когда Гриценко играл жильца и закончил его, это было на втором курсе, неслыханное событие для истории школы вахтанговцев, Щукин встаёт и сам, будучи педагогом, начинает аплодировать молодому студенту, вытирая слёзы. Это были слёзы и от смеха над каскадом остроумнейших приспособлений, над прозрением молодого актёра в лирическое существо гения Чехова, и в то же время рассмешив до слёз, в конце этот жилец мобилированных комнат, скрипач, которого играет Гриценко, брал скрипку, а Николай Олимпич умел играть на скрипке, и играл какую-то лирическую мелодию, переводя всю эту комедию в чаплинский план, потому что, так же как Чаплин, он вдруг сумел не только рассмешить, но и тронуть. А настоящий смех всегда, конечно, порождается всё-таки глубоким чувством человечности. И вот Щукин признал Гриценко. Случай в нашей истории Вахтанговского театра пожалуй, единственный и неповторимый. Может быть, можно было думать о том, что Щукин завысил оценку, или, может быть, восторг от юмора, которым Щукин сам владел превосходно, и вопрос умения вдруг перевести всё в драматический план поразил Щукина. Тем не менее, он был искренне взволнован, и это было своего рода благословением Гриценко большой путь вахтанговского актёра. Александр Корнеющук «Память сердца». Галина Романовна это будет Елена Измайлова, артистка, а Кирилл Сергеевич и сами понимаете. Это будет так, Галина Романовна, выйдет исключительной красоты девушка и очаровательным голосом скажет «Нет, огласит, заслуженный артист эстрады Кирилл Сергеевич». Я поднимаюсь, иду не спеша между столиками, легко распланиваюсь, вхожу на эстраду, целую ручку девушке и поднимаю руку, чтобы остановить возможные продолжительные аплодисменты. И затем взволнованно обращаюсь «Дорогие юные друзья, я счастлив, что вы пригласили меня на открытие вашего кафе». Вы, конечно, ждёте от старого артиста весёлых песен. Вы не ошиблись, они будут. Разрешите начать песни вечно молодого баранже. Прошу внимания и снисхождения. О, Боже, вижу предо мною красавец молодых цветник, ведь все красавицы весною... А я что делаю? А я что делаю? Я старик, сто распугаю их летами, не внемлет в резвости живой. Что ж делать? Будем мудрецами. Идите, девушки, Идите, девушки, домой. Идите, девушки, домой. Вот зоя полная внимания. Ах, между нами ваша мать расскажет вам часы свидания. Меня случалось ли ей ждать? Кто любит в меру, любит мало. Вот был девиз её простой. Она и вам так завещала. Идите, девушки, домой. Продолжайте, продолжайте, чудесно. Идите вам, заботы мало, огонь любви волнует вас. Но чур, чтоб искры не упало от старика в недобрый час. Пусть здание ветхое перед вами, но в нём был склад пороховой. Так, придержав огонь руками, идите, девушки, домой. Идите, девушки, домой. Браво, браво, чудесно. Кто любит в меру, любит мало. Великолепно, очень хорошо. Галина Романовна, никогда не забуду ваш благородный порыв. Тарас Шевченко на Херсон пошёл. Точно. Вам большой привет от моего друга Сергея Петровича. Письмо получил. Спасибо. Как его здоровье? Ой, разрешите прочесть. Да, конечно, пожалуйста, прошу. Дорогой Кирюша, передай мой большой и добрый привет Галине Романовне. Спасибо. Дела мои хуже, чем у шведа под Полтавой. Ночью не сплю, всё кашляю, у нас ещё холодно, ветры. Сын хотел отправить меня на юг, но доктора не разрешают. Говорят, что я нетранспортабелен. Боже, какое противное слово. Боюсь, Кирюша, что долго не протяну. Как получишь телеграмму, что твой друг полетел в космос на стыковку с ангелами, то очень прошу тебя, надень нашу первую театральную робу и вспомни наши первые куплеты. Последний месяц нет дня, чтобы я не слышал твой голос. Всё чаще я. Ты являешься предо мной. Писать тяжело, устал, обнимаю, целую. Твой Паташон, Сергей, вуаля. Вуаля, вуаля, Паташон, друг мой. Кирилл Сергеевич, вот этот свитер, который я вяжу, он будет очень тёплым. Я его кончу через три дня. Пошлём ему. Ну, вы же Антону вяжете. Ничего, пошлём ему. От всей души спасибо. А уж как Сергей обрадуется. Я с ним всю жизнь работал. Начинали мы в цирке. Я Пат, он Паташон. Мы такое выделывали, что не только зрители, но даже слоны, тигры, медведи и те ржали. А потом мы перешли на эстраду. Сначала она списали вот такими маленькими буквами в конце афиши, а через год на всю афишу. Юмор! Три восклицательных знака. Сергей Ох и Кирилл Ах. Музыкальные эксцентрики, злободневные куплеты, пирианшлаги, всегда и какие. А потом пришла война. Надели машинели, Боже, в каких только условиях не приходилось выступать. Поверьте мне, нет ничего более святого, чем улыбка солдата в коротком перерыве между адом и смертью. В сцене из спектакля «Живой труп» роль Маши исполнит Людмила Максакова, роль Петушкова Михаил, извините, Дадыка, а роль цыгана Константин Монов. Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все. Ну, а что я вас просила? Что? Денег. Ну, что же, возьми. Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки бросит. Ведь ты ни черта не понимаешь, что ты сама делаешь. Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше. А меня любишь? Видно, что люблю. ведь я женат, а тебе хор не велит. Хорошо тебе? Разумеется, хорошо, когда хорошие гости и нам весело. ты знаешь, кто это? Слышала фамилию. Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой к жене. Она меня дурака любит, а я вот что делаю. Что ж, это нехорошо. надо к ней ехать. Надо ее пожалеть. Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо. Известно. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога. А ты почем знаешь? Должно знаю. Ну, поцелуй меня. Как бы только не просыпаться, так и помирить. Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну, и что же? Да знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка. Вся воспитанная на корысти. И это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст. Да-да. Это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко красный. Когда кругом... Да не в том дело. Я понимаю, понимаю. Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. то, что я не воспользовался ее любовью. А знаете, отчего? Жалости. Ох, нет. У меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, капела. И теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее только потому, что любил. Истинно любил. Теперь это хорошее. Хорошее воспоминание. вот, вот, понимаю, понимаю, идеально. я вам скажу, у меня были увлечения. И один раз я был влюблен. Была такая дама красивая. И она мне дала рандеву. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И когда вспоминаю, удивительно, когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно. А раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив радуюсь, радуюсь, что ничем не осквернило это свое чувство. Могу упадать еще, весь упасть. Все с себя продам, весь вовшаг буду в коросте. Но этот бриллиант, нет, не бриллиант. Луч солнца. Да. Во мне. Со мной. Понимаю. Понимаю. Где же она теперь? Не знаю. И не хотел бы знать. Все это было из другой жизни. И не хочу мешать с этой. Да. Ваша жизнь удивительная. Нет. Самая простая. всеми нам, тем, кто родился в нашем круге, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел. Но главное было противно. Второй. Разрушать эту пакость. Для этого нужно быть героем. А я не герой. Или третье. Забыться. Пить, гулять, печь. Это я, самое я и делал. И вот, допелся. Ну, а семейная жизнь? Я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила. Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Ну, что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка. Не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. а ведь ты знаешь, мы людей любим за то добро, которое мы им сделали. И не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня. А отчего вы говорите как будто? Оттого, что никогда в ней не было того, чтобы она в душу мне влезла. как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Машу. Да, да, вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А то мучил, зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да. Но и то прошло. Вы говорите, ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой? Ах, это удивительная история. Жена моя замужем. как же развод? Нет. Она от меня стала вдовой. То есть, как же? А так же, вдовой. Меня ведь нет. Как нет? Нет. Я труп. Да. это, ну, я вам, я могу сказать. Да, это давно и фамилию мою настоящую не знаете. Дело было так, когда я уже совсем измучил жену и прокутил всё, что мог и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет. мой же приятель и хороший. Хороший человек, но только прямая во всём противоположность мне. А так как во мне больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший. Очень хороший человек. Честный, твёрдый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил её и когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить её, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем уже свихнулся и сам бросил жену, а тут ещё Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я всё делался невыносимее, невозможнее, невозможнее и кончил с тем, что... Ну, как всегда. Нет. Я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословения. Но стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощально письмо я послал, а на другой день на берегу нашли одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею. Как же, а тело-то не нашли же? Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Но разложивше из тела она взглянула. Он он так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он и живу и пью. Я говорил здесь о Щукине и о том, что Гриценко наследует, конечно, мастерство Щукина и мастерство Рубена Симонова, а те, в свою очередь, наиболее ярко представляли именно искусство своего учителя Евгения Вахтангова. Гриценко играет Тарталью в «Принцессе Турандот». Образ деликатный, наивный. Нечем скрывать, что основную характерность, основной образ Гриценко взял у Щукина, но взял как традицию, несомненно, внеся в него свое. Он оставил завыкание, заикание, оставил детское простодушие, оставил это удивительное пластическое очарование, оставил некоторые приспособления Бориса Васильевича Щукина, но создал своего Тарталью в спектакле, который был воздавлен совсем недавно и до сих пор играет блестяще эту роль, освоив, поняв природу сложнейшего жанра, каким является жанр итальянской комедии Дель Арте, в котором написана и поставлена эта пьеса замечательным режиссером Евгением Вахтанговым, его «Лебединые песни и завещание принцессы Турандот». Панталасечка, ты когда слова глотаешь, ты хотя бы их хоть немного пережевывывал? Так я же прости меня старого играю, у меня же совсем почти зубов нету, поэтому я их и не прожевываю. Понял? Понял? Ну вот я и говорю, «Открылся, смело сказал, а главное вовремя». Ну а я-то думал, Панталончик, что ты всё-таки иностранец. Думал, так я и иностранец. Ну а как же, я же родился где-то, как его, где-то, на букву «Х» это. Ну какой же ты иностранец? На букву «Х» это же новый микрорайон в Москве, Симки, Ховрины. Да ничего подобного, это не Хымки, не Хымки это Ховрины, это не Хымки. Это называется, это, ну, едят тебя мухи с комарами, ну это, это, ну как же это. О, вспомнил, выхвалорянцы. Ну, подалончик. Чего ты хахахи? Ну, потому что ты меня рассмешил. Ну, разве, ну ты понимаешь, что ты говоришь? Ну, пока да. А что? Да я бы на твоем месте сначала бы говорил, а потом уж думал. Как же ты говоришь, что ты родился в какой-то там ухваловый, в этой, ухваловый. Ведь ты же рязанский. Да ничего подобного, я же совсем из другой древней. Да, вместо того, чтобы спорить, ты бы лучше дал мне совет какой-нибудь. У меня же сегодня творческий вечер. А, я забыл. Ну, конечно, а как же. Ну, конечно. Ну, конечно, а как же. Я тебе дам совет. Сейчас будет выступать этот, груша. Не, этот, грыша. Грыша. Грыша? Угу. Абрикосов? Не, не абрикосов. Не, не грыши этот. Грыша, вот, по фамилии, пудра была раньше такая. Рошаль. Рошель. А, да, вот, грыша Рошель будете выступать. Грыша Рошель выступает. Как же он, какой же он тебе, грыша? Это Григорий Львович Рошаль. А, знаменитый кинорежиссер, который снимал меня во-вторых. Снимал мне знаменитого артиста Грыши. Ну, я такой скромный артист, но он меня несколько раз снимал подряд в нескольких сериях. Но я не сразу нашёл Гриценко, но только я думал, искал, пробовал разных артистов, но в глубине души, безмерно любя Вахтанговский театр издавна и зная Рощина, зная моего будущего Рощина, зная Гриценко во всех его ролях, я знал, что в конце концов мы с ним встретимся. Этой встречи ждал, этой встречи счастлив. Судьба и рок нас объединили. В его рощине есть искренность, честность, глубина в своих поисках, непреклонность вере. Для него Родина святая святых, его душа широко распахнута для добра и правды. Путь его не был легок. Он, подобно самому Алексею Николаевичу Толстому, пришел постепенно открывая народ и революцию для себя. Нельзя забыть сцену в вагоне, где Белокуров, Андреев и Гриценко встречались в купе. Это было концертное, воистину концертное исполнение. Каждый принес с собой весь свой опыт, свое мастерство, характер образов, созданных им в этой сцене. Каждый созданный в этой сцене был, по-моему, выразителен и интересен очень. Чугай в исполнении Бориса Андреева, Задов, мерзавец Задов, в исполнении Белокурова, так рано ушедшего от нас. И, наконец, Рощин. Что такое Рощин в этой сцене? Ведь каждую минуту ему грозила смерть. Или от Задова, или от Чугая. Но какое достоинство, какая серьезность, какое мужество было в исполнении Николая Лимовича. Надо прямо сказать, что образ русского интеллигента, образ рощина, связанного с далекими далями Руси, превосходно был им выполнен и осуществлен. Бульвар аристократов. Мне вот недавно пришлось вывести в расход трех братьев, князей Голицынских. Прелесть, как вели себя. Не понимаю, как ты меня... как ты обо мне раньше не слыхал. Вся же Одесса была полна афишами. Лева Задов, поэт, юморист. Мне теперь любовь не идет на память, пусть вас любит кто-нибудь другой, ну, ну, красив, как Бог. Деньги женщины, неужели не помнишь, что-то не молчи, коси, пусть поваскивай, слюмор. А может, ты все еще на меня сердце сожжешь? Полюби меня. Я знаю, многие бледнеют, когда я провору с ними. Но кому я друг, щипко любит меня. Щипко. Ты все-таки брось со мной дурака, валяки. Батька сказал, поедешь Екатернаслав инспектировать план восстания. Я человек военный, загадок не люблю. Рассказывай, чем там дело. А я тебе советую, меньше спрашивай, меньше интересуйся. Все предусмотрено. Давай, Вик. Тогда какого черта меня посылают? Я бы на твоем месте не взял такое поручение. Мало лишь что батька приказал. Батька любит дуречек. Засипись кодик. Советуешь уклониться? Может, пойти в уборную, да и выскочить на ходу, как друг, значит, советую. А я же тебе сказала, сделай и жила. Дешевка! Дешевка. Ты так думаешь, я смерти боюсь. А что мне думать, когда я тебя насквозь вижу, гада ползучего? Спрячь зубы, вирву! Знаю я тебя. Ты меня знаешь? Нет? Задов. Ты меня не знаешь. Вот тебя бы поставить, к стенке. Вот ты-то сволочь. Завизжишь, как свинья. И нет. Уж не ты ли хочешь меня грабануть? ты уж попался бы мне три месяца назад. А ну не виляй, белый офицер, договаривай до конца. Не терпится тебе без них? Ну, я жду, договаривай. Ну, выйди в коридор. Приходи в коридор. не пойду. Встань, ну! А ты не нукай! Я не взнужденный! Приходи в пират! Здорово, братки! Чего они веселые оба? Характером не зашли. Характер надо придержать. Ты должен знать, на какую ответственную работу везешь, товарищ. Ты, браток, выйди на минутку, я с ним хочу без тебя поговорить. чё вы с ним не поделили? А, просто напились. Правильно отвечаешь. Ну, вот что, браток, ты поступил в моё прямое распоряжение. Отвечать должен на каждый мой вопрос. Вот мандат. Ведительно для тебя. Вот отлично. Что привело тебя в эту компанию? Это формальный допрос? Угадал. Не зная, человеку довериться нельзя, да ещё в таком важном деле. Согласен? Кое-какие справки я тебе навёл неутешительно. Враг. Матёрый враг ты, браток. Чё обормочешь про себя? Говори уже вслух. Нет, я не враг, это слишком просто. Врага цель, злоба, коварство. Батик сказал, будто ты по мобилизации попал к гибельцам. Убеждённый анархист. И происхождение вроде даже подходящего. Всё это враньё. Происхождение самого неподходящего. В добр армию пошёл по своей охоте. И ушёл по своей охоте. Стыдно стало. А вы чего мне подсказываете? А ты меня тыкай. Вот так и говори. Ты мне легче говорить. Ладно. буду тыкать. Географию, браток, расскажи для порядка. Кончил Петербургский университет. Юрист. Ах, да, вам надо происхождение. Помещик, мелкопоместный. После смерти матери продал последние крохи. Ну, что ещё? Ах, да не в этом дело. Не в этом дело. Скажи мне, что для тебя Родина? Русское небо над русской землёй. Разве я не любил этого? Что, заслуга? Ты не издевайся, обойди без этого. Родина это был я сам. Большой, гордый человек. Оказалось, Родина это не то. Это они. Серые шинели распорядились по-своему. Ни квартиру в Петербурге я потерял, ни адвокатскую карьеру. Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу. В 17-м, когда развалился фронт, от стыда и позора сошёл с ума, возненавидел. Всю жизнь я требовал от себя честности. Моя честность оказалась бесчестием. Готов. Готов, Проток. Прям на лопате в печь. Ну, что за оказия разговаривать с интеллигентами? Откуда у вас такая мозговая путаница? Сам себя потерял. Развеселил ты меня, Проток. Как же мы теперь с тобой договоримся? Хочешь работать не за жизнь, а за совесть. Так, старюш. Так, старюш. Что вам угодно? Серёжа, выйди отсюда. Подожди. Доброе утро, пап. Выйди отсюда. Что вам угодно, Алексей Александрович? Что вам нужно? Письма вашего любовника. Их здесь нет. Зачем же? Что же? Сядьте. Мне нужно поговорить с вами. Я сказал вам, что я не позволю принимать у себя вашего любовника. Мне нужно было его видеть для того, чтобы... Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника. Это и новые черты жестокости. Я не знала. Вы называете жестокостью, когда муж требует соблюдения приличий? Это жестокость. Это не жестокость. Это хуже жестокость. Это подлость. Нет! Вы хотите знать? Подлость бросить мужа и сына ради любовника. И из хлеб мужа. Я приму мелочь, чтобы положение это кончилось. Вы не можете представить себе моего положения хуже того, как я его понимаю. Скоро-скоро. Она кончится и так. Она кончится скорее, чем вы придумали своим любовником. Вам нужно только удовлетворение животной страсти. Но страдания человека, который был вашим мужем, вам неинтересны. Вам все равно, что вся его жизнь разрушена. Что он пелистрадал. Я ничего не могу изменить. Ничего. Я пришел вам сказать, я пришел сказать вам, что завтра я уезжаю в Москву. И не вернусь больше в этот дом. Вы будете извещены о моем решении через адвоката, которому я поручу дело о разводе. Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу. Оставьте его. Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте. Алексей Александрович, прошу вас, оставьте Сережу. Оставьте его до моих. Я скоро прожжу. Оставьте его. В образе Молокова, купца, золотопромышленника из пьесы, Мамина Сибиряка, золотое дно. Его невозможно узнать. Его буквально не узнают родственники. Его родная сестра Лилия Гриценко, также замечательная советская актриса, это уж такая театральная династия, талантливая, одаренная, не узнала его, когда он играл эту роль. Родная мать его не узнала в этой роли. И мы, вахтанговцы, не узнавали Гриценко в этой роли. Что он сделал с собой? Здесь дело не в том, чтобы налепить себе нос или сделать бороду, а здесь дело в том удивительном перевоплощении и в том постижении вот той страшной России, скандовой, тёмной, против которой Гриценко всеми силами восстаёт, как художник-гражданин спектакля «Золотое дно», и с горьковским жаром старается сделать обличительный документ против русского купечества в таком проявлении, каким являлся купец Молоков. Этот спектакль знаменательен тем, что там впервые прозвучала наша замечательная актриса Юлия Борисова. И вот этот дуэт Гриценко и Борисовой в «Золотом дне» действительно всех поразил, потому что это было всё неожиданно. В сцене из спектакля «На золотом дне» участвуют Юлия Борисова, Владимир Осенев и Григорий Абрикосов. «Красной рубашки, красивый рубян, вышел на улицу веселый пьян». «Ай-ля-ля-ля-ля, вышел на улицу веселый пьян». «Что за акадия, Белоносов? Куда или пойду, везде пусто. Издали, видишь, как будто и человек стоит, а пришёл никого нет». Это от страху перед вами, Тихон Кондатич, народ расступается. Со страху. Люблю. Будет брат мне сидеть за подседонимом. Три годика высидел, а теперь сокрушу. Всех сокрушу. И перевозил Ваньку изувечь. Вот сейчас изувечь. Всех чёрт, правой мать. Разнесу. Щепы разнесу. А никто вас и не боится, тятенька. Это одно только ваше воображение. Что? Анисия. Ну и отлично. Хоть один живой человек. Неужели ты меня не боишь? Нет. Нет, тятенька. Никого не бою. Молодец, баба. Люблю. Алла, дай я тебя поцелую. Позвольте мне, Анисиховна, свою недостойную образину приложить к вашей ручке. Нет. Белоносов. Почему? Вы теперь на лягушку походите. Ха-ха-ха. Дятенька. Глода слезятся. Ха-ха. Лицо сверху. Дятенька. 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 Тихонка драйни. Тихонка драйни. Ну, вставай. Вот так вот. Тут засветится рожа, когда мы закручиваем вторые сутки. Я что сказала? Ай да, Анисия, гони его, паршивца. Ха-ха-ха. Хочешь, Анисия, хочешь озолочу? Прииск мы добыли с Белоноса. Да ещё какой прииск! Всех заляжем в один узел. Нет, тятенька. Мне вон из своего золота по горло. Ежели бы вы, тятенька, раньше догадались, а теперь поздно. Глупая. Полка на полку нехорошо, а золото на золото не дави. Ха-ха-ха. Ну, а что твой-то, Сахар Медович, куды он на тебе спрятался? Испугался небось, а? Ха-ха-ха. Ванька! Выползай из засады. Ванька! Анисия! Поди, скажи ему, Анисия, что был гостья его ждут. Ха-ха-ха! Незоносов! Хорошо! Хорошо, дятенька, скажу! Вот! За это, за самую люблю её! За удаль! Ему ж живая в руки не дастся! Люблю! А у них что это с мужем-то того? Совсем на ножах дело. Старик твой ревнует, но она его пуще ещё дразит. Ха-ха-ха! Молодец, баба! Люблю! По-моему, Ванька не по себе дерево загнул. Да. Сильно ссорится. Да. Иван Сергеевич! Что? С мешком? Да шуточками донимай. Придавит и отпустит. Да. Как кошка с мышью. Да. Она его всё время в сомнении держит, да. Ну, это и своя политика. И, в общем, весьма верная. Потому как Иван Джабей совсем закружился. Не знает, на кого ему броситься-то. Сильно давит. Иван Сергеевич, а вот что это со мной бывает, понимаешь? Вот я, вот как выпьешь, и начинает мне казаться, что будто всё куда-то плывёшь. Ну, ты плывёшь, да? Так плыву будешь. Плывёшь, да? Плыву. А вот я так совсем наоборот. Мне бы изломать чего-нибудь нужно. Вот и сейчас. Так бы и хрятнул. Всю эту Ванькину музыку. Что я там щепы поразнёс? Плыву. А, это вы? Паренька. Здравствуй. Здравствуй, зякачушка. Ну-ка, пожалуйте сюда. Ну-ка, пожалуйте сюда. А вот мы тебе неприятность пришли сделать. Верно, Беланов? Совершенно верно. Сейчас мы вам покажем, как порог наказывается, и добродетель вы торжествует. Валяй его, валяй. А потом я. Ну что ж, это вы бить меня пришли? Это уж как найдёте на меня. Хочу помилую, а хочу разнесу в собственном твоём дому шепы. Тебе расшибаю, Ванька. Очень даже приятно слышать. Ну, спаси его. Белоношев! Тихо, Гондрачич! Белоношев! Тихо, Гондрачич! Куда же вы? Тихо, Гондрачич! Давай оттуда! Тихо, Гондрачич! Белоношев! Чёрт! Белоношев! Белоношев, и где ты тут? Белоношев, и где ты тут? О! Это ты, Ванька! Здравствуй! Тихо, Гондрачич! Тихо, Гондрачич! Ай-яй-яй! Сапожки! Нет! Не на ту ногу! Не на ту ногу! Говорят, папенька, вы богатое золото нашли. А тебе на что? Опять околпачишь меня хочешь? Да нет, я так. Вроде вам много будет лишних хлопот с деньгами. А не твоя забота. А у меня вон какой помощник-то. Кругом шашнадцать. Рюмок осилят. Ничего! Могу! Я, папенька, не пойму, а что, собственно, вам от меня надо-то? Все я никак не могу рассердиться на тебя настоящим манером. Дома страсть-то натворил вверх дном, все поставил, а потом захотелось мне тебя отлупить. Всю дорогу сердился. Ну, приехал, сердит. А тут вот они все меня точно расхолодило. Нет во мне настоящей злости. Вот сижу и стараюсь над тебя под лица рассердиться. А сердца-то и нет. Иван Тимофеевич ваш под псевдоним запятен. Ну, знаю. А потом прииски отнял. Тоже знаю. Дочь. Отнял. Ванька, ты что, смеёшься надо мной? Что я тебе игрушка дался? Какого ты есть человек? Повесить тебе мало. Можешь... Нет, никак не могу по-настоящему. Нет, это Анисия виновата. Она меня рассмешила. Ну, Ванька, вы не изволите беспокоиться. Избить-то меня всегда успеете. Вот не изволите закусить. У меня там балычок, свеженький икорка. Белоношев, ты как полагаешь? Ну, а чё полагать-то? Честь завсегда лучше без чести. Хорошо, господа, в столовую. Там я уже всё приказал. А ну чё? И я за вами. Туда же. А ну чё? Идём. Ах ты сукин. Ах ты сукин, сыковальский мужик. Ах ты сукин, сыковальский мужик. Когда к столетию Владимира Ильича Ленина вахтанговцы решили вновь вернуться к спектаклю «Человек с ружьём», мы сразу определили, что роль Владимира Ильича Ленина после Щукина будет играть Михаил Александрович Ульянов, а роль «Человек с ружьём» Ивана Шадрина будет поручена Николаю Гриценко. Откуда так знал Гриценко христианин? Каким углом глаза так наблюдательно, так тонко знал он природу простого русского человека? Как постигал он простого окопного солдата? И как этот простой, хитрый, склонный к тому, чтобы единолично существовать вначале и приехать к свою деревеньку, к своей коровёнке, как этот человек постепенно преображается, как от встречи с гениальным вождём революции Владимир Ильичом Лениным этот человек приобретает новую силу, новую мощь, новую энергию, как из этого простого, хитроватого крестьянина, мужичка, Гриценко становится героем революции? Как он прослеживает этот путь? Достойно восхищения. Я счастлив, что роль Шадрина в спектакле, который мне посчастливилось ставить, играл и играет Николай Гриценко. Он также играл эту роль и у нас в стране по многим городам, когда мы гастролируем, и часто выступает в ней в наших гастролях за рубежом. Вот как играет Гриценко этот период преображения характера, я уже говорю сейчас не о преображении каждого характера, а о преображении уже одного характера, как один и тот же характер, сколько он имеет стадий, сколько он имеет возможностей, сколько он имеет переходов или то, что называется на органе регистров, и как постепенно он развивается, и как он становится тем Иваном Шадриным, который называется человеком с ружьём, тем человеком с ружьём, о котором в последнем своём монологе говорит великий Ленин. А в сцене из спектакля «Человек с ружьём» роль Чибисова исполнит Николай, но Тимофеев, а роль швейцара Константин Монов. Ты чего тут стоишь? Так. Часовой, что ли? Нет, я посторонний. А посторонних теперь не бывает. Говори, почему ты здесь находишься? Потому что у тебя не спросился, где мне находиться. Плохо сделал. А ось не потужу. Вот видно, ты не из родких. Не гладь, не дамся. Вижу, наш. Чей это? А ты чей? Сам себе родня. А мне? Ну, карахтерами не сойдёмся. Ну, ладно, солдат. В тарахтелье хватит. Откуда? С фронта окопник по отпуску. А чё ж ты тут скучаешь? Да сестрёнка здесь у господ, в прислухах живёт. Прибыл к ей, а на ночь не пускают. А ты с неба, случайно, не упал? Меня старались на него отослать, не дался. Да так. А ты слыхал, что теперь власть наша? Чему-нибудь такому я винтовку никому не бросил. Солдата тоже с ружом понимать надо. Ещё-то что-нибудь такое ты слыхал? Пока всего не разберёшь. Так попроси дядю, расскажешь. Не тебя. А что, пишу, читай. Да я сам по малости обхожусь. Ну вот, я да ты, да мы с тобой весь мир завоюем. Завоевал один такой. А что, нам кроме цепей терять нечего? Да это правда. И чёрт тебе знает, чего ты ко мне привязался. Закурить бы дал. Веселей брехать будет. Кури. Кури. А сестрёнку твою как зовут? Вон ты куда. Да ты зря, солдат, я по делу спрашиваю. Ладно. Сестру зовут Катериной. Вот это так. А что? Так выходит, мы с тобой давно знакомы. Лей да не через край. Увидишь. Интересный ты человек. А ведь не пьяный. Ты чего тут околась весь? Да говорю же тебе, к сестрёнке я деньжонок занять на коровёнку. Год как скотина пала. Шестой месяц, письма перестали. Жива там дома жена, не знаешь. Деньжонок на коровёнку. Эх, лапать. Ты меня не конфусь. Лапать. Ты меня ещё не знаешь. Да какая же теперь коровёнка, дура. А я тебе говорю, ты меня не конфусь. Я тебе не родственник. А я тебя спрашиваю, какого чёрта ты тут агенайся как нищий? Не твоё дело. Нет, моё. Нет, не твоё. Нет, не твоё. Нет, не твоё. И отстань от меня. Иван Шадрин, если не ошибаюсь. Ишь ты. Знает ведь. Да ты-то кто? Николай Чибисов. Николай Чибисов. Слышь-ка, чего тебе от меня надо? Пойдём со мной. Куда идти? Недалеко. Вот сюда. А ты, случайно, не очумел? Заодно и сестрёнку увидишь. Да нет, ты серьёз? Боишься, что ли? Да нет. Нет, тогда. Звони, солдат. Приучайся. Давай. Дави кнопку. Давай. Хорошо нажал. Нажал. Ну как? Мне что, ты отвечать будешь? Не бойся, отвечу. Не бойся, отвечу. Узнаёшь, Савельич, знакомого? Узнаю, но не вели. Знаю, пересилок не имеет. Я с приказом пришёл от ревкома. Снимай цепочку. Да не бойся, отвечать я не придёт. Снимай, снимай. Давай. Вот это верно. Иди вперёд, товарищ Шадрин. Ноги вытри. Вот это верно. Видишь, как у нас с тобой всё хорошо? Выходим. Пошли. Гриценко в расцвете сил. Каждая его новая роль – это своего рода сюжет. Он наблюдателен в жизни до невероятности. Я вот когда говорю с молодыми начинающими нашими актёрами или студентами, я всегда говорю – учитесь работать самостоятельно, учитесь наблюдать жизнь. И вот примером здесь является Гриценко. Я никогда не видел, чтобы он пропустил какой-нибудь эпизод на улице. Чтобы он пропустил какого-нибудь человека в автобусе, или на стадионе, или в театре. Он ходит, раскрыв душу и сердце для того, чтобы воспринимать жизнь. Воспринимать всё прекрасное, что в ней есть. Наблюдать это, впитывать себя, чтобы потом выразить это в своих совершенных артистических созданиях. Исключительная наблюдательность. Исключительная работоспособность. Редчайший дар перевоплощения. Всегда высокий гражданский темперамент. Высокая гражданская целеустремлённость. Высокая партийность искусства Гриценко. И делает его подлинным вахтанговцем. Что? Умин. Паташон. Мой, Серёжа. А я ему свитер. Я исполняю его последние желания. Дорогие зрители, мой друг Паташон немного запоздал, но он вот-вот скоро будет. Он всегда будет с вами, как добрая улыбка, как смех радости, без которых нельзя жить, работать, любить, бороться и побеждать. Он просил меня исполнить наши первые куплеты вечно молодого баранже. Прошу внимания и снисхождение. О, Боже, вижу предо мною Красавец молодых цветник. Ведь все красавицы весною, а я что делать? Я старик, сто раз пугаю их летами. Не внемлет в резвости живой. Что ж делать? Будем мудрецами. Идите, девушки, домой. Идите, девушки, домой. Идите вам, заботы мало. Огонь любви волнует вас. Но чушь, чтоб искры не упало. У старика в недобрый час пузданье ветхое пред вами. Но в нем был склад пороховой, так придержав огонь руками. Простите. Простите, я не могу. Простите, я не могу. Творческий вечер Николая Гриценко окончен. Творческий вечер Николая Гриценко окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова